Делегация Ленинградской области на протяжении двух дней знакомилась с потенциалом Могилевского региона. Сперва гостей встречал областной центр, а уже после наши партнеры прибыли в Бобруйск. По словам российских коллег, не посетить такого важного игрока на экономической карте Беларуси было просто непозволительно. Первым в ходе визита значился Бобруйск-Агромаш. И это не случайно. Гости рассчитывают продолжить, а если быть еще более точными, развивать сотрудничество в агропромышленном комплексе. Половина техники в хозяйствах региона, тракторы, комбайны и прицепы – белорусские. При этом качество и цена покупателей устраивает. Партнерам продемонстрировали образцы новой продукции, рассказали и показали производство изнутри. Увиденное только подкрепило интерес. За последние пять лет Ленинградская область приобрела белорусской техники на 12 миллионов долларов, причем 3,5 субсидировала. Сегодня мы увидели новую линейку техники. Это малокомплектное или малогабаритное, то, что возможно использовать не только в сельском хозяйстве, но опять же и в дорожном хозяйстве, и в коммунальном хозяйстве. Следующей остановкой в программе визита стала Белшина, где гостям рассказали историю предприятия, показали, как сегодня изготавливается бавруйская шина, известная во всем мире. Не сделать фото рядом с ней было просто невозможно. Далее делегация посетила Краевический музей, место, где хранится прошлое и настоящее нашего края. Но пока одних знакомились с историей города, о новой главе в истории двухсторонних отношений нам рассказал председатель горисполкома. Я уверен, что такие встречи, наоборот, только делают нас более сплоченней, дружнее. И в рамках наших таких встреч мы, конечно, обсуждаем те вопросы и проблемы, которые существуют не только в наших городах, но и в наших областях. И это позволяет нам, конечно, наверное, говорить о наших теплых дружеских отношениях, которые только будут укрепляться на долгие годы. Но кульминацией визита стало возложение цветов на Площади Победы. Это очень символично. Ведь никакие многомиллионные контракты, ничто другое не стоит того великого подвига, который совершили наши деды и прадеды. И пока мы помним настоящую историю той ужасной войны, нас не разлучат ни расстояния, ни границы. Максим Кемвель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.